Всем приветики! А вот теперь, когда я сделал обзор на эту камеру, уже можно смело её ковырять. Потому что до обзора я не хотел ковырять, вдруг сломаю, тогда уже обзор не сделаешь. А так, когда уже обзор сделал, нужно ковырять. Я хочу выковырять динамик, потому что в камере... В этой камере мне, в принципе, все функции нужны, кроме одной. Динамик. Зачем вообще в камере динамик? Вдруг к ней какой-нибудь хакер подключится, будет что-нибудь орать у неё, или вдруг какая-нибудь ошибка произойдёт, она будет пищать. И это не очень как бы, поэтому сейчас буду разбирать её и смотреть, как его можно выковырять, чтобы она не имела такой технической возможности что-то говорить. Ну вот и всё, камера разобрана, вот с неё все болтики я выковырял сзади. И вот как она выглядит внутри. Кстати, можно даже ничего не выковыривать. Здесь так удобно сделано, что вот он динамик. И он просто двумя контактиками касается платы вот здесь вот. То есть можно здесь просто заклеить изолентой и обратно собрать. То есть разбираешь, заклеиваешь здесь изолентой и собираешь. Всё, динамик не работает идеально. Сюда вот вставляется флеш-карта. Здесь сюда коннектится вот этот вот динамик. Он даже можно не выковырять. Просто заклеил, и он уже не работает. А если, ну то есть разнотянинанты заклеил, и он не работает. А если вдруг понадобится, разобрал, отклеил, и он снова работает. Вообще круто сделано на самом деле. Такая вот плата. Сюда подсоединяется питание. Вот он микрофон. А это, видимо, подсоединяется там, может, камера сама сюда подключается. Не знаю, что здесь. В общем, так вот выглядит плата. Вот кнопочка резет. То есть всё. Сейчас заклею. И динамик даже не нужно трогать. Я уже паяльник включил. Можно выключать. Ну, в общем, таким образом я решил сделать. Приклеил сюда кусок изоленты. Но решил, зачем заклеить всё. Пускай лучше, ну, здесь будет меньше лишних всяких штук. И вот сейчас вот здесь вот отрежу. Чтобы была маленькая такая тоненькая ленточка, закрывающая только контакты. Ну, вот и всё. Вот так вот получилось. Я просто решил, что камера и так греется. А может быть, из-за того, что я заклею, меньше будет... Ну, хуже тепло будет отсюда выходить с камеры. Поэтому, пускай лучше меньше здесь всего будет наклеено. Как раз такой вот кусочек маленький получился. Закрывает только контактики, которыми касается динамик. Хотя можно можно даже было не клеить, а просто динамик достать. Он вроде как отсюда выковыривается. Вот он уже шевелится. Просто я его не трону... Ну, вот он шевелится немножко. Просто, наверное, слегка там приклеен. Можно вырвать его оттуда. Потом, если по нам... Ну, его здесь не будет. Будет отверстие, будет лучше как бы вентиляция. Лучше будет охлаждаться. А потом, если... Ну, и положить куда-то. Потом, если надо, обратно вставить. Даже можно будет... Ну, если плохо держаться, будет обратно приклеить его чем-нибудь с таким клеем не сильно жестким. Но я решил, пускай так будет, в принципе, нормально получается. Ну, вот и всё. Собрал всё обратно. Всё как и было. Только, что пломба теперь с урона. И, ну, где-то болтики немножко поцарапанные. А так, в принципе, всё как и было. Удобно, кстати, то, что динамик так можно легко отключить. Ну, как бы раз, и всё, и он уже не работает. Просто заклеив контакты. А вот, если бы нельзя было бы... Я так подумал, что если бы нельзя было отключить так просто кнопкой индикатор, в приложении можно нажать кнопку «Он выключится», то было бы сложнее. Пришлось бы ещё плату откручивать, слезть на ту сторону. И там бы он уже не был бы так просто на контактах. Он бы там был бы припаян. Пришлось бы либо отрезать ножницами, либо выпаивать. А припайки можно перегреть, что-нибудь, что-нибудь перестало бы работать. Ну, вот так нормально, круто получилось. Отключил динамик. Всё. Скамера такая же, как и была, но уже не будет разговаривать. Это круто. Ну, вот. Такое вот отключение динамика произошло. Переделка небольшая. Ну, а на этом всё. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok